Смартфон поможет выявить болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Уникальную систему диагностики представили резиденты Каворкинга Старт. Будем делать пилотный проект на базе Риотовской поликлиники, чтобы посмотреть, насколько эффективна их технология распознавания. Здесь просто душа вложена. Риотов принимает участие в конкурсе на лучший подъезд Подмосковья. Какие дома вышли в финал и как поддержать номинантов. Также через несколько минут расскажем, как спортивная школа отметила полувековой юбилей, как в Риотове прошел День матери и представим подробный прогноз погоды на эту неделю. Добрый вечер в студии Юлия Гордеева на РТВ. Время новостей. В Риотовских поликлиниках протестируют систему онлайн-диагностики болезни Альцгеймера и Паркинсона. Выявить недуг врачам позволят лишь смартфон и специальное приложение, которое разработали резиденты каворкинга «Старт». Своё ноу-хау они представили во время бизнес-завтрака с главой Риотова. Об этой и других технологиях, которые создаются в городе, в репортаже Владислава Мамота. Проект Алексея Маслова по распознаванию удовлетворенности клиента по мимике лица, эмоциям и речи уже стал стартапом года в России. Создан на базе открывшегося в городе год назад каворкинга. Сейчас разработка успешно внедряется в Риотовском МФЦ. Заключены договоры о сотрудничестве со Сбербанком и компанией «Макрософт». Мы получаем удовлетворенность клиента, сотрудника, бизнес-процесса, офиса или компании. Ну, то есть на выходе, что это даёт компании, то есть понимание, кто сотрудник хороший, кто плохой по качеству сервиса, почему он хороший или плохой. То есть, например, скрипт не соблюдает или не убавит. На новые IT-разработки сегодня всё чаще ставят начинающие предприниматели. Михаил Янчиков предлагает всего лишь по движению глаз диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона. Нужен лишь смартфон с хорошей камерой. Идея в том, что у здорового человека время 107 миллисекунд, у больного 200 миллисекунд. То есть всего лишь 30 миллисекунд. Сразу отвечаю на самополеон вопрос. Веб не подходит, потому что у неё маленькие, маленькие стаканы. Разработчики уверены, что новое приложение способно помочь тысячам пациентов и выявить болезнь на родней стадии. Но УХА уже планируют протестировать в городских больницах. Сегодня мы договорились о том, что будем делать пилотный проект на базе Риотовской поликлиники, чтобы посмотреть, насколько эффективна их технология распознавания. И потом точно так же предлагать Московской области использовать эту технологию. Ещё одна очень нужная разработка для современных городов – технология переработки и утилизации илового осадка сточных вод. Она уже успешно работает в Волгограде. Теперь её протестируют и на Риотовском водоканале. Она позволяет получать осадок до пятой степени безопасности по российским стандартам и позволяет получать полезный продукт, который в дальнейшем может быть использован для озеленения, для рекультивации и, самое главное, решает текущие вопросы экологии. Городская администрация постарается помочь молодым предпринимателям продвигать свои проекты. Самые лучшие из них будут использоваться не только в Риотове, но и в других городах и районах Подмосковья. Мы хотим вот этими бизнес-завтраками давать старт, помогать нашим стартапам, нашим молодым предпринимателям проходить вот этот самый сложный этап признания технологии, признания эффективности технологии. И мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы этот этап преодолеть. Такие неформальные встречи главы города теперь станут традиционными. Бизнес-ланчи будут проводиться регулярно, один раз в месяц. Владислав Момот, Сергей Сомов для РТВ. Детско-юношеской спортивной школе исполнилось 50 лет. По случаю юбилея воспитанники заведения и тренеры провели показательные выступления и продемонстрировали своё мастерство. За полвека у школы набралось немало поводов для гордости. Наши воспитанники становятся призёрами, победителями чемпионатов Московской области, Центрального федерального округа России, лауреатами стипендии губернатора Московской области. Сейчас здесь занимаются более 400 ребят. Работают 4 секции по художественной, спортивной, эстетической гимнастике и баскетболу. Правда, здание, в котором располагается школа, не способно вместить всех желающих. Но после открытия спорткомплекса на стадионе «Старт» юным спортсменам выделят новые помещения, где и будут проходить тренировки. Риотовчанам предлагают выбрать лучший подъезд Подмосковья. На портале Добродел открыто голосование. Продлится оно до 29 ноября. Отдать свой голос можно в трёх номинациях. И в каждой от Риотова есть участники. О претендентах на победу расскажет Ксения Казакова. Было изначально маленькое старое зеркало. Теперь это зеркало – гордость всего второго подъезда на Войтовича-3. Как и остальные предметы интерьера, здесь учли самые мельчайшие детали. Обыграли, например, кнопку вызова лифта, фойе или электрощитовую. Сейчас это башня, библиотека и камин с окнами в сад. Наклеили фотообои. И это послужило начальным этапом, что стала разрабатываться концепция старого города. Всё, что связано, может быть, с старой Европой. Отсюда появились башенки около лифта. Все пейзажи, которые украшают подъездные стены, рукотворные. Они из битой плитки, морских камней и других материалов. Над созданием трудились два человека. Времени ушло несколько месяцев. Здесь просто душа вложена. Идёшь и радуешься. Благодаря этим нашим женщинам, которые этим творчеством занимаются. Таких подъездов, как на Войтовиче, три в Реутове много. В финал областного конкурса пробились только пять. Они соревнуются в трёх номинациях. Это лучший отремонтированный подъезд Подмосковья, лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей и приз зрительских симпатий. Отдать свой голос за финалиста можно на портале Добродел в разделе опросы. Голосование будет идти на портале до 29 числа. Поэтому все жители, которые хотят поддержать наш город, могут голосовать на этом портале. Наши подъезды, которые выставлены, они красивые. Сделано всё очень хорошо, качественно. Нам нравится. Призовые места по итогам голосования будут в каждой номинации. Победители определят простым большинством голосов. Сейчас в лидерах Королёв у него 40%. Следом Палашиха 29%. Третье место делят Подольск и Реутов по 8% голосов. Ксения Казакова, Алексей Золотарёв для РТВ. В Реутове отметили День матери. Праздничные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках. Фестиваль детского творчества «Шаги» в Доме культуры собрал полный аншлаг. Здесь прошел концерт. С танцевальными номерами выступали воспитанники детских садов Реутова, Люберец, Балашихи и Дзержинского. Также для гостей праздника организовали мастер-классы. Ребята могли попробовать свои силы в робототехнике и нанесении аквагрима. Сам формат мероприятия мы стараемся делать не просто концертом, а праздником для семьи, для всей, чтобы можно было прийти и с младшим братом, и со старшим дочерью. То есть всей семьей прийти, вместе отдохнуть в выходной день, посмотреть на своего ребенка, как он выступает на сцене, покушать вкусную сладкую вату, пофотографироваться. Отмечали День матери и в фонде социальной поддержки населения. Здесь собрались члены клуба «Гармония», который объединяет 30 многодетных семей. Гости могли принять участие в интеллектуальной викторине, детей развлекали аниматоры, был и большой праздничный концерт. Некоторые номера мамы поставили вместе со своими детьми, но главным подарком для участников клуба стало новое помещение для творческих занятий. Вот в этом году, в общем-то, нам удалось сделать подарок. С помощью нашей администрации мы часть клубов переводим на Войтовича-3. И там отремонтировано помещение очень хорошее для общества инвалидов, с одной стороны, а с другой стороны, для творческих занятий наших многодетных семей. Школа мюзикла «Арт и соул» на сцене МКДЦ представила спектакль по рассказу Фазилия Искандера «Мой дядя самых честных правил». На его постановку ушло почти полгода. Труппа начинающих актеров выступала с ними не только в культурно-досуговом центре Реутова, но и в Москве, в рамках международного фестиваля «Молодые молодым», где спектакль получил приз зрительских симпатий. А главный герой, играющий сумасшедшего дядю Ваню, стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». Оценить успешную постановку и игру актеров пригласили дочь писателя. Нужно самим писать сценарии и инсценировки. Это большой труд. Поэтому мы так удивлены были, что это же действительно человек должен был читать, сидеть там, расписывать это все достаточно тяжело. И мы признательны очень городу за то, что он таких ценов взращивает, как ваши режиссеры. Теперь о погоде на предстоящую неделю. По прогнозам синоптиков, будет немного морозно и пасмурно, но наступление зимы пока откладывается. Сугробов ждать не стоит в ближайшие дни без существенных осадков. Лишь в четверг и пятницу ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля, а ночью до 8 мороза. К выходным потеплее. Днем до 2 градусов со знаком «плюс», в ночные часы – минус 2. Завтра в течение дня столбики термометров будут колебаться на отметке минус 3-4. Днем возможен небольшой снег. Ветер западный до 4 метров в секунду. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем официальном сайте, в социальных сетях и на канале РТВ в Ютьюбе. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин